Всем привет! Сегодня на обзоре будет мышка Logitech G102 LightSync. Это новая версия мышки Logitech G102 Prodigy, и эту мышь в отличие от старой версии брать ни в коем случае нельзя. Я далеко не первый, кто делает обзор на LightSync, но почему-то ранее я не слышал какой-то критики. Все посмотрели на новые возможности подсветки, на новые цвета корпуса и как будто забыли мышку поиспользовать. В чем проблема? Очень просто. Logitech втихаря заменили сенсор на G102 LightSync, и вместо топа за свои деньги мы получили говняшку за 2300 рублей. А ну да, Logitech доложили в упаковку наклейку. Типа где-то отняли, где-то добавили. Ну-ну. Короче говоря, перейду я к сравнению сенсоров, так как все остальное, кроме цвета, осталось без изменений. А ну и подсветка теперь поддерживает LightSync, но кому это интересно, я не знаю. Итак, основная проблема сенсора в том, что он тупо срывается. На детских скоростях. Сейчас продемонстрирую. Сиреневая мышь это новая LightSync, белая старая Logitech G102 Prodigy. Сделаем просто самый обычный свайп. Видим, что белая мышь отработала все корректно. А вот новая LightSync срывается, причем на очень низких скоростях. Давайте это я покажу на цифрах. Так будет, наверное, нагляднее. Это график максимальной скорости LightSync на 800 dpi. Видно, что сенсор срывается где-то на скорости в районе 2 метров в секунду. Теперь сравним с тем, что у обычной G102. Слева LightSync, справа обычная G102 Prodigy. Итог такой. G102 LightSync стала хуже, причем очень заметно. Мышка срывается на низких скоростях, и это получается даже не уровень 33.25. И показания схожи с тем, что встречается у PixArt 3305, а мышки на том сенсоре стоят 1000 рублей или меньше. Думаете, у меня какой-то кривой экземпляр? Ну, мышка с обзора у меня не из Китая, а была куплена за 2300 рублей в магазине DNS. Вот чек в качестве доказательства. И мне, если честно, жалко этих денег. Ведь я хотел сделать нормальный обзор на новую 102. Сказать, что логи молодцы, что добавили интересных цветов, что поработали над подсветкой. А в итоге выпустили полную хрень. Скажете брак? Да, возможно. Но я не готов еще оплатить 2000 рублей за такую вот фигню. Лоджитек, если вы уверены в своем продукте, то я готов перетестировать все на предоставленном вами экземпляре. Ну, а пока этого экземпляра нет, я не рекомендую покупать версию LightSync. Потратив 2300 рублей, вы будете разочарованы. Однозначно. И на этом на сегодня все. Как всегда, с вами был я, Тушел. Подписывайтесь на канал и скоро услышимся в следующих обзорах.